Дамы здесь блистали туалетами, а во всех помещениях стояли букеты из живых цветов. Когда приходящий поднимал голову, он видел большие окна, зеркала, красная дорожка. Настоящий дворец с бронзовой люстрой, с колоннами. Эти стены повидали на своем веку немало событий. Здание меняло хозяев и гостей, терпеливо снося трагедии и штормы общественной жизни, а в переходные моменты молчаливо дремало в ожидании перемен. В разные времена дворец был резиденцией генерал-губернаторов, генштабом Белой России, детским домом и даже сапожной мастерской. Здесь устраивали приемы, жили августейшие особы, хранили произведения искусства, размещали военную технику. Богатая биография этого здания словно иллюстрирует судьбу всей России. Сложную палитру времени, где события из жизни одного провинциального города влияют на общий рисунок социокультурной мозаики, позволяя более вдумчиво взглянуть на прошлое нашей страны. Вот есть Западная Сибирь, есть Восточная Сибирь, две столицы – Омск и Иркутск. Сибирь до Тихого океана. Она протиралась до Тихого океана. Сейчас называется вот эта конечность Дальний Восток, да, а на самом деле это все была Сибирь, Единая Сибирь, в том числе и Урал, это был Сибирь. Мы понимаем о том, что это столица Западной Сибири, да, что это дом, откуда шло управление огромными территориями. Мы понимаем, что этот дом определял во многом стратегию продвижения России на восток, в Азию. Сегодня это корпус одной из крупнейших художественных сокровищниц Сибири – Омского областного музея изобразительных искусств имени Михаила Врубеля. Генерал-губернаторский дворец здесь называют экспонатом номер один. Когда-то его строительство ознаменовало усиление влияния Омска на геополитической карте страны. Это степной город, у нас постоянно дует ветер, летом пыль, осенью весной грязь, зимой мороз, холод. В 20-х годах 19 века Омск становится областным городом и получает шанс на блестящее будущее. Петр Копцевич, первый генерал-губернатор Западной Сибири, назначенный Александром I в 1822 году, с большой симпатией относится к Омску. Он выбирает этот город местом своего постоянного пребывания. А в 1824 году он даже обращается в Сенат с прошением о перенесении главного управления Западной Сибири из Тобольска в Омск, но получает отказ. Омск был преимущественно одноэтажной постройкой. Конечно, уже к середине 19 века складывались центральные улицы, уже сложился Любинский проспект с его знаменитыми торговыми рядами. Но на месте генерал-губернаторского дворца здесь находился посольский дом. Но как раз к середине века, после того, когда в Омск пришел сокрушительный пожар, сгорело очень много строений, в том числе посольский дом. И это место было свободно. Именно многочисленные пожары, уничтожавшие Омск с 1819 по 1823 год, с общим ущербом более 280 тысяч рублей, становятся причиной, блокирующей столичные амбиции и дальнейшее развитие города. Копцевич инициирует работу над новым генеральным планом города. Его разработкой занимается Вильям Гесте, который на тот момент уже был главным русским архитектором-планировщиком. Так Омск приобретает столичный лоск, широкие проспекты, большое количество зеленых насаждений, фонтаны и мосты. Гест запланировал, что вот эти вот форштаты, эти самые форштаты, они должны быть укрупнены. Эти городские кварталы, районы должны быть спланированы с учетом регулярной системы, как в Петербурге, что дома должны находиться друг от друга достаточно далеко, не ближе, чем на три метра, что крыши ни в коем случае не должны быть крыты соломой, каким-то легко воспоменяющимся материалом они должны быть металлические. Форштаты частенько, они носили названия по какой-то сословной принадлежности, по профессиональной принадлежности. С момента своего утверждения в 1829 году генеральный план определил дальнейшее развитие города на несколько десятилетий. Тем не менее, Омск ожидал застой. Генерал-губернатор Иван Вильяминов предпочитал управлять Сибирью и Стобольска. В результате город снова оказывается в состоянии стагнации. Промышленность и торговля приходят в упадок. Многое начнет меняться после того, как Петру Горчакову, следующему после Николая Сулимы генерал-губернатору, удается сделать Омск административной столицей в 1839 году. Это событие имело судьбоносное значение для развития города. Кроме того, Горчаков улучшил работу войскового казачьего училища и преобразовал его в кадетский корпус. Когда корпус стал кадетским корпусом под военным министерством, то это было самое престижное учебное заведение для получения военного образования. И вообще образование – это когда университет в Томске создали. Тогда, скажем так, получилась гражданская альтернатива. А до этого единственное место, где сын дворянский мог получить нормальное образование – это был Омск. После того, как в 1839 году губернское управление перешло в Омск, здесь появляется все больше чиновников. Экономическое развитие города стимулирует рост и других сословий – купечество, мещанство и крестьянство. С 1840-х появляется регулярная система освещения главных улиц. Кроме того, начинается новый этап благоустройства города – его озеленение. Во второй половине XIX века Омск выделяется на фоне других степных городов и становится торгово-промышленным центром. Но вернемся к истории дворца. Историки считают, что к возведению дворца генерал-губернатора Густава Гасфорда подтолкнула личная трагедия. Холод и сырость в старом губернаторском доме на территории второй Омской крепости, где изначально в 1851 году поселился чиновник, необратимо подорвали здоровье его жены. Половицы некоторые изгнили, плохо топились печи. И генерал-губернатор Гасфорд вместе с молодой женой Любочкой, который поселился туда, он пережил настоящую трагедию. Как вы знаете, Любочку постигла чахотка от постоянных вот этих вот сквозняков. Она не перенесла наш суровый климат и умерла. И Гасфорд писал очень много писем в Санкт-Петербург о том, что генерал-губернатору положен дом согласно его статусу. Проект был утвержден императором Александром II в 1857 году. Его строили четыре года. За это время подрядчику пришлось выйти за рамки сметы и за дороговизны материалов и приобретать многое за свой счет. Позже понесенные расходы ему возместили из казны. Дом строился с учетом всех необходимых удобств, чтобы соответствовать статусу лиц, которые будут проживать в нем. Чаще всего это были генералы от инфантерии, то есть полные генералы. Генералы от пехоты. И это было достаточно высокое звание в армии. Это были люди, которые принимали участие в сражениях 19-го, начала 20-го века и действительно покрылись свои имена славой на полях этих сражений. Либо это были дипломаты, что тоже было очень важно, так как Сибирь, Западная Сибирь в частности, это место пограничное, это место, граничащее со степью. Строительство дворца осуществлялось под руководством городового архитектора Фридриха Вагнера. Генерал-губернаторский дворец возвели к 1862 году. Было такое сделано приспособление. Наверху на чердаке сушилось белье. И вот чтобы вот это вот белье грязное или чистое не проносить по вот этой единственной лестнице через парадные комнаты и жилые помещения, со стороны дворца был сделан внешний лифт. По иронии судьбы, Густав Гасфорд так и не успел въехать во дворец. Став членом Государственного совета, он вернулся в Санкт-Петербург. Первым здесь поселился его преемник, генерал-губернатор Александр Дюгамель. Совсем скоро здесь стали устраивать пышные балы. А вокруг дворца образовалась своя экосистема. Появились конюшни, постройки хозяйственного назначения, жилье для прислуги. А еще были разбиты прекрасные сады. Здесь появляются оранжерея и теплицы. Сюда привозят заморские деревья для акклиматизации. Этот генерал-губернатор был садоводом-профессионалом. Вот в этих оранжереях он выращивал и зелень для стола, и прекрасные экзотические цветы. Все условия были созданы Дюгамелем для того, чтобы проводить здесь балы. Дворец, построенный в стиле неоренессанс, внешне очень напоминает итальянская палацца XVI века, для которых была характерна башня-бельведер и смотровая площадка. Однако европейская внешность – только фасад. Дворец проектировался с учетом сурового сибирского климата. Например, внутри был предусмотрен тамбур, который защищал домочадцев от сквозняков. От плоской крыши пришлось отказаться ради двускатной, с нее проще чистить снег. Кстати, створку двери с резной розеткой, которая предназначалась для входной группы генерал-губернаторского дворца, можно рассмотреть и сегодня. Ее впервые показали после реставрации. Она открывает выставку «Начало», посвященную истории дворца. Еще один яркий элемент, оставшийся от интерьеров того времени – парадная чугунная лестница. Ее заказали на Каслинском литейном заводе. Фридрих Вагнер предложил новаторское по тем временам решение – отказаться от мраморных лестниц в пользу чугунных. На втором этаже находились жилые комнаты для генерал-губернаторов их семей и для женской прислуги. А вот на первом этаже в основном хозяйственные и деловые. То есть, когда мы заходим во дворец, то слева, где сейчас находится у нас гардероб, в том же помещении была комната для платья. То есть, по сути, совпадает. Справа, где сейчас у нас находится небольшая комната наших охранников, находилась швейцарская. То есть, по сути, тоже совпадает. Далее, из той и другой стороны следовали приемные и кабинеты. На башне дома резиденции – флагшток, свидетельствующий о высоком статусе. Дело в том, что Омск входил в список городов Российской империи, которым разрешалось поднимать в праздники государственный флаг. Город-крепость имел стратегическое значение, а сибирские генерал-губернаторы обладали особыми полномочиями. У них были в некоторых исключительных случаях было право применять смертную казнь на территории Сибири, которую, как вы знаете, еще при Елизавете Петровне в Российской империи отменили. Однако смертная казнь на территории Сибири – это тоже не по произволу. Вот захотелось кого-то казнить и казнил. Только в том случае, если был совершен побег из-за строга в Сибири, это место каторжное, если был совершен побег и какое-то повторное, очень тяжкое, серьезное преступление. Либо по политическим преступлениям. Губернаторы проживали в этом дворце со своими семьями временно, пока занимали свою должность. Так у дворца сменилось 10 хозяев. Сначала в их числе были генерал-губернаторы Западной Сибири, самые известные из которых – Густав Гасфорд, Александр Дюгамель, Николай Казнаков. Потом их сменят степные генерал-губернаторы – Герасим Колпаковский, Максим Таубе и другие. Предметы губернаторских интерьеров не сохранились до наших дней. Однако сейчас в залах дворца можно увидеть похожие экспонаты в стиле классицизм. Кстати, сегодня посетители могут доподлинно узнать, как выглядели стены дворца в первые годы его постройки. В 2008 году во время замены окон в здании были найдены образцы обоев, которые украшали дом в 1860-х. Это были склеенные между собой клочки. Однако реставраторам удалось разделить их и привести фрагменты в экспозиционный вид. Каждый переделывал интерьеры дворца в соответствии со своим вкусом. Ну и сами понимаете, там проходит 5-10 лет, конечно же, уже здание требует определенного косметического ремонта, плюс меняется мода, меняются вкусы. Наши зрители тоже могут почувствовать себя на выставке такими дизайнерами 19-го столетия, уже обладая технологией 21-го века. Можно на нашей интерактивной панели примерить к историческому интерьеру дворца разные образцы обоев. В 1875 году во дворце поселился генерал-губернатор Западной Сибири Николай Казнаков, отличившийся своим вкладом в развитие просвещения в Сибири. Он был увлечен наукой и хотел, чтобы на вверенной ему территории активно развивалось образование. Николай Геннадьевич считал, что человек прежде всего получает какие-то задатки своей личности именно в семье. И прежде всего любым человеком с детства занимается его мама. Поэтому мама должна быть образованной, она должна быть начитанной. И для того, чтобы воспитать достойного гражданина общества, прежде всего, конечно, нужно заниматься женским образованием. Об открытии в Сибири первого университета мечтал еще Петр Копцевич. Однако воплотить этот замысел в жизнь удалось именно Николаю Казнакову. Он также понимал важность развития науки. Правда, случилось это не в Омске. Первый сибирский университет был заложен в Томске. Казнаков также поспособствовал организации и проведению научной экспедиции в Западную Сибирь. Он устраивал здесь встречи со знаменитыми путешественниками, учеными и исследователями. 19 век богат на какие-то географические экспедиции, которые проходили из западной части в Восточную. Те путешественники, которые должны были пересечь восточные границы, они не могли миновать наш город. Нужно было получать специальные разрешительные документы. Высоких похвал удостоился сам генерал-губернатор. И первая леди Омска, его супруга Елизавета Сергеевна, урожденная Неклюдова, прекрасная аристократка, красивая женщина. Она произвела на европейских путешественников впечатление. Госпожа губернаторша была столь любезна, что пригласила нас к обеду. И на замечание с нашей стороны, что мы принуждены будем явиться в походном костюме, ответила, что Норденшильд тоже не мог явиться во фраке. В этих стенах бывали шведский геолог, мореплаватель и исследователь Арктики Адольф Эрик Норденшильд, немецкий этнолог Отто Финш, чьим именем названы гавань и побережье в Папуа-Новой Гвинеи, немецкий зоолог Альфред Брэм, автор, прославивший его на весь мир, научно-популярные работы «Жизнь животных». И известный русский путешественник, географ, свободно владевший семью языками, Николай Пржевальский. Традиционно для гостей, путешествовавших по Сибири, организовывали знакомства с достопримечательностями города. Позже некоторые из них отметят особое гостеприимство, с которым их встречали именно в этом дворце. Дружественный и сердечный прием встречали мы везде, где только переступали порог, и если время дозволяло, то всегда были угощены чаем. Экспедиции к устьям Енисея 1875 и 1876 годов. Адольф Эрик Норденшельд. Не все понимают, как все было задумано в Обске. По-настоящему именно в XIX веке вот это и была центральная часть города. Ведь рядом находился не только Никольский собор, но и костел. И там же еще и была и мечеть рядом. То есть образовался такой центр. И рядом кадетский корпус. То есть вот эти вот здания и здание вот этого дома генерал-губернаторского, оно как бы замыкало вот это вот историческое городское пространство. Омск со своими 30 тысячами жителей не представляет внушительного вида ни издали, ни внутри. И не может выдержать в этом отношении даже приблизительного сравнения с Екатеринбургом. Но зато он сохранил вполне тип сибирских городов. И отличается, как и все они, громадностью своих площадей и шириною улиц. Путешествие в Западную Сибирь. Отто Финш. С 1882 года Омск становится административным центром степного генерал-губернаторства. Его появление было инициировано в связи с необходимостью объединения пограничных с Китаем территорий Российской империи в целях укрепления власти. Мощный стимул к развитию города дало строительство Транссибирской магистрали. Приход железной дороги в любой город означал кардинальные перемены в торгово-промышленной и экономической жизни региона. Транссиб приходит в Омск и активизируется банковская, казначейская деятельность. Что было связано с увеличением количества финансовых торговых операций. Но вернемся к известным гостям дворца. Первым представителем царской семьи, побывавшим здесь, был великий князь Владимир Александрович, сын императора Александра II. Настоящим событием для города в 1891 году становится приезд будущего императора, цесаревича Николая, который возвращается из своего путешествия. В генерал-губернаторском дворце он провел несколько дней. Здесь, на пристани, где причалил теплоход Николай, возвели царский павильон. Встречала многотысячная толпа цесаревича криками «Ура», хлебом «Солью», подарками и подношениями. И очень трогательно читать на страницах дневника императора Николая II, тогда еще цесаревича Николая Александровича, как комнаты, в которых он останавливался, он называет своими комнатами. Еще одним гостем из числа августейших особ был великий князь Константин Константинович, который посещал Омск дважды – в 1900 и в 1909 годах. С инспекцией в Сибирский кадетский корпус, как главный начальник военно-учебных заведений Российской империи. Главное – это что? Это вот та политика, которую он проводил на этом посту. Ну вот вдумайтесь, воспитывать не в страхе наказания, а в стыде наказания. Вот, допустим, почему он разрешил кадетам старших классов отпускать усы или курить? Он считал, что если приказ отдан, он должен исполняться. Если ты знаешь, что он не исполняется, то такой приказ не должен действовать. То есть проблема не в том, что кадеты курили, да, втихаря, а проблема в том, что они нарушали приказ, чтобы вот эта вот ложь, она не формировалась именно вот в недрах военной системы. Все представители династии по традиции вели дневники, из которых сегодня можно узнать подробности их светской жизни, встреч и путешествий. Здесь все кадеты, видимо, очень простого происхождения, безо всякого светского лоска. Но есть в них какая-то милая непосредственность. Они меньше столичных оторваны от родной почвы, а потому чистосердечные, безыскусственные, искренние. Великий князь Константин Константинович Романов. У некоторых кадет были слезы на глазах, и я, признаться, не мог удержать слез. В эту поездку великий князь Константин Константинович увез из Омска не только приятные воспоминания, но и сибирского кота. Когда он зашел в вагон, то среди корзин с цветами он обнаружил маленького котенка, как он пишет, с длинной шерстью и пушистым хвостом. Дело в том, что он неоднократно в Омске упоминал, что хотел бы иметь у себя настоящего сибирского кота, о которых он был наслышан. И вот кто-то из администрации сделал ему вот такой замечательный подарок. Кстати, многие картины и скульптуры из коллекции великого князя Константина Константиновича, которые ранее находились в мраморном дворце в Санкт-Петербурге, волею судьбы окажутся в Омске после национализации художественных ценностей. Еще во время строительства этой резиденции для царских особ предусмотрели специальные комнаты. Они были оборудованы умывальником, теплым туалетом, изразцовой печью, обставлены изысканной мебелью, а на полу был выложен паркет. Когда дворец построили, когда он строился, то золотопромышленники Рюмин и Базилевский, которые были акцизными откупщиками, очень богатыми людьми, они сами проживали в Петербурге, и они пожертвовали в качестве вот такого подарка, такого меценатского жеста, всю бронзу и мебель для царских комнат. Сейчас на месте царских комнат находится фонд зарубежной живописи. Он был сформирован в 1920-е годы. До революции эти произведения находились в частных коллекциях русской аристократии. Своего рода вершиной изучения произведений искусства можно считать атрибуцию, установление автора, уточнение сюжета и определение национальной школы. Вообще изучать живопись, наверное, чуть сложнее, чем изучать коллекции декоративно-прикладного искусства или графики, потому что декоративно-прикладное искусство и графические произведения – это такая тиражная продукция, и так или иначе чаще всего существует несколько предметов одинаковых и подобных. В живописи же каждый предмет уникален, он создан в единственном экземпляре, и у него есть автор. Поэтому изучая, мы не ищем аналогии или такие же произведения в других коллекциях, а изучаем стилистические признаки, манеру, творческий почерк художника. Последним хозяином дома стал степной генерал-губернатор Николай Сухомлинов. Он был арестован в марте 1917 года после Февральской революции и под конвоем отправлен в Петроград. Со своего места в классе я видела башню дворца губернатора. Когда губернатор находился во дворце, на этой башне всегда развивался имперский флаг. Он, как обычно, реял на башне, но наша учительница вдруг прервала свою речь и посмотрела в окно. Мы, девочки, проследили за ее взглядом. Флаг медленно спускался и упал на крышу башни. Затем, после паузы, был поднят красный флаг. Мы все остолбенели, а наша учительница почти что плакала. «Взгляните на флаг», — сказала она. «Это конец эры». Из воспоминаний омской гимназистки Татьяны Котляревской. Вот эта неустроенность жизни, она очень серьезно сказывалась. Почему? Потому что, взяв власть, конечно, большевики, они не умели поначалу организовать ни производство, ни вообще жизни. Поэтому, да, они национализировали предприятия. Но это привело к чему? К тому, что эти предприятия перестали работать. То есть была очень большая безработица. И вот люди, повоевав, вернувшись с фронта Первой мировой войны, они оказывались у разбитого корыта. Особенно, конечно, это относится в большей степени к офицерству. Очень большое значение имело заключение Брестского мира. Брестского мира, то есть когда Россия сепаратно вышла из войны, когда отдали Германии огромные территории, Финляндию, Прибалтику, Польшу, Белоруссию, Украину, Закавказье отдали. Те же офицеры, они считали, что большевики – это предатели России, изменники, там, германские шпионы. Открытое противостояние политических сил привело к гражданской войне, которая не щадила старые порядки и стремилась вытряхнуть пережитки царского прошлого из людей и зданий. Однако дворец сильно не пострадал. Новая власть быстро нашла применение дворцовым квадратным метрам в своих интересах. После революционных событий там находились самые разные общественные и политические организации. И, конечно, Омский совет рабочих и военных депутатов, позднее переименованный в совет рабочих и солдатских депутатов. И бывший дворец генерал-губернатора уже стали называть иначе – Дом республики и Дом свободы. В 1918 году в Омск вступает армия Александра Колчака, и город становится столицей Белого движения. Во дворце разместился кабинет адмирала, а также его канцелярия и совет министров. Мемуарист вспоминает о том, что когда он, будучи в зале заседаний, посмотрел в окна, он увидел город как на ладони, он увидел Любинский проспект, он увидел машины, повозки различные. А машин было очень много, автомобилей, как ни странно. И они с шипением так стремительно мчались по этому мосту через Омск. Исследователь Арктики, морской офицер, верховный правитель Белой России. Личность Александра Колчака и сегодня вызывает множество споров. На примере его трагической фигуры можно увидеть, как полярное отношение к его деятельности усложняет возможность увидеть общую картину происходивших тогда событий. Изначально, конечно, очень сильна память, которая возникла, наверное, ну, понятно, еще в советское время, была связана с фактами белого террора, особенно в провинции, особенно в северные районы Омской области. То есть там, конечно, проявлений, подавлений партизанских выступлений было много и довольно жестоких. С распадом Советского Союза в целом белое движение, его лидеры, они стали подвергаться вот такому переосмыслению и общественной реабилитации. И сегодня есть попытки взвешенно говорить о гражданской войне, не выделяя какую-то одну сторону. Резиденция верховного правителя России в годы гражданской войны размещалась в особняке купца Батюшкина. В здании дворца находился кабинет Колчака. В нем проходили важные встречи, принимались судьбоносные решения. Поскольку это резиденция верховного правителя России, то, конечно, все ведомства, все министерства, они съехались в Омск. Здесь было много иностранных военных, союзников, и город, конечно, кипел. Впрочем, статус белой столицы Омску дался нелегко. Население города стремительно растет, но вместе с этим появляется большое количество проблем. Давит безработица, обостряется жилищный вопрос. Санитарно-эпидемиологическая ситуация становится еще более сложной. Болезни распространяются быстрее прежнего. ТИФ, сезонная пневмония, холера и другие, они распространялись довольно быстро. В том числе вот среди среды беженцев, людей, которые жили не в очень благоприятных условиях. И когда началась гражданская война, то эта ситуация, естественно, только сильнее усугубилась. Проблема была в том, что где-то не хватало врачей, где-то и методы лечения были несовершенны. Тем не менее, именно в это непростое время город переживает расцвет культурной жизни. Появляется множество поэтов. Как общественные явления находили отражение в их творчестве, исследовали главный научный сотрудник Музея имени Врубеля Ирина Девятьярова и профессор ОМГУ Валерий Хомяков. Результат их научного труда воплотился в книги «Поэзия белой столицы», куда вошли произведения более 60 авторов – Георгия Маслова, Игоря Славнина, Юрия Сопова и других. Это первое издание, посвященное забытой странице истории сибирской литературы. «Белая столица», она, по сути дела, впитала в себя все то, что было характерно для общей нашей поэзии. Поэзии, скажем так, исхода, потому что многие уже эмигрировали. И вот это прощание с прежней бывшей России – это было характерно как раз и во многих тематических подборках, в стихах наших поэтов. Я вот хочу сказать, что тема России, Родины была центральной. Не случайно даже журнал назывался «Единая Россия». Кто-то пытался отказаться от политики и писать чисто об искусстве, о поэзии, высокой поэзии. Но политика так или иначе входила, собственно, в творчество наших поэтов. Неформальным местом притяжения творческих людей становится дом писателя Антона Сорокина. Из Москвы, Петрограда, из Казани, Екатеринбурга в качестве беженцев прибыло много людей культуры. В дом к Антону Сорокину приходили только вот эти выдающиеся люди, эти беженцы. И Колчак побывал. Однажды он приехал забрать Анну Васильевну Тимиреву, которая там засиделась, свою возлюбленную. Во второй половине 1919 года Красной армии были проведены крупномасштабные наступательные операции. И белые начали постепенное отступление на восток. Сам Колчак вместе со своим правительством перебрался в Иркутск, где впоследствии и был расстрелян. В ноябре 1919 года в Омск вошли красные. После этого последовали жестокие расправы. Большевистская власть окончательно устанавливается в Омске в 1920-м. Стало обнаруживаться, что все, уже красные дышат в затылок. И многие стали отчаливать из Омска, покидать Омск. Чиновники, военные, свои семьи, жен, детей отправили в другие города. Красный террор, который был официально принят, понимаете, законным образом принят советской властью, он вершил свое дело. С 1919 по 1923 годы Дворцовые площади занимали штаб 5-й армии под командованием Михаила Тухачевского, затем Губревком и Губуисполком. Некоторое время здесь размещались даже детский дом и сапожная мастерская. Дорогая мебель была утрачена. Само здание и хозяйственные постройки пришли в упадок. Новой вехой в жизни Дворца стало размещение в нем Западносибирского краевого музея. Это стало возможным благодаря краеведу Феодору Мелехину. Он становится его первым директором. Именно его считают основателем Музея изобразительных искусств имени Врубеля. В Омске он оказался во время Гражданской войны. Учитель из Самары, он постоянно занимался самообразованием, жил в странах Западной Европы и изучал музейное дело. Если говорить об его участии в Гражданской войне, скорее всего он стал своего рода такой жертвой обстоятельств. То есть он был мобилизован в армию Камуча. Впоследствии с отступлением ее оказался в Омске. Оказался уже в Колчаковской армии. И здесь он нашел себя по такой, скажем, военно-информационной пропагандистской линии. То есть служба на самом деле требующая определенных и творческих, и культурных навыков, но вместе с тем очень важная для того, чтобы обеспечивать, ну скажем, морально-психологическую стойкость войск. Самое интересное, что примерно тем же самым, то есть информационной работой в войсках, он занимался и перейдя на службу в Красную армию. В конце 1922 года Федор Милехин начинает работать в Музее русского географического общества. После его реорганизации в Западно-Сибирский краевой музей предстояло многое сделать. Все доставшиеся музею строения и дворец, и сад требовали приведения в порядок. Силами небольшого штата сотрудников был вычищен двор. За небольшой срок был сделан учет коллекций. На фотографиях 1920-х в саду Западно-Сибирского краевого музея можно увидеть необычный фонтан. Эта трехликая фигура авторства известного советского скульптора Валентины Сингалевич-Копыловой, вероятно, олицетворяла образ Сибири. По другой версии лица изображали три возраста – юность, зрелость и старость. Тем временем дворец отряхивается от пыли, встречает свою зрелость достойно и получает новый статус. Федор Милехин мечтал открыть в Омске крупнейший художественный музей Сибири на основе произведений искусства из Государственного музейного фонда. Так за короткое время была собрана уникальная коллекция живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Например, знаменитый триптих «Цветы» Михаила Врубеля стал одним из самых значимых приобретений. Федор Васильевич, будучи человеком всесторонне образованным, причем, понимаете, не получившим образования какого-то, он был самоучкой, но он путешествовал. И до 1928 года к нам в Омск, в музей, благодаря исключительно Федору Васильевичу Милехину шли эти чудесные работы. Где вы найдете, за Уральскими горами, где вы найдете такие прекрасные живописные плафоны Врубеля? Только у нас в Омске. Ярким событием в жизни города становится открытие картинной галереи при Западно-Сибирском краевом музее в 1924 году. Зрители увидели тогда более ста работ русских художников. Федор Васильевич подходил концептуально. Он составлял списки, он составлял самые знаковые имена как русских художников, так и западноевропейских. Он писал в Москву, писал в Санкт-Петербург, сам ездил в командировки, отбирал эти произведения. И вот, собственно, только благодаря его стараниям у нас сложилось вот это историческое ядро, куда входят работы Айвазовского, Шишкина, Репина и многих-многих других. Кроме того, музей развивается как научное учреждение. В 1924-м здесь был открыт ботанический сад. Начала активно вестись исследовательская работа по географии, геологии и археологии. Чтобы сделать музей местом притяжения современной аудитории, Милюхин решает открыть здесь зоологический отдел. На фотографиях того времени можно увидеть косуль, лебедей, медведей. За время своего руководства Федору Милюхину удалось создать крупнейший художественный музей за Уралом. Однако белогвардейское прошлое не способствовало дальнейшему развитию его карьеры. Большевики еще долгие годы чистили свои ряды. В дальнейшем он несколько лет, ну, недолго совершенно проработал в Таре, и вот дальше он теряется. Но тут, конечно, тоже очень любопытно, что многие бывшие белогвардейцы, ну, вот уже в 30-е годы, в начале 30-х годов попадают под жернова массовых политических репрессий. И судьба многих этих людей была достаточно трагична. Вот что стало с Милюхиным, мы не знаем. Но нельзя исключать того, что он просто тихо закончил свои дни. Новое руководство музея продолжило комплектовать художественное собрание. Однако зооботанический сад пришел в упадок. В 1930-е годы многие животные погибли от голода и холода, остальных отдали в Новосибирский зоопарк. В 1934 году Западно-Сибирский краевой музей переименовывают в Омский областной краеведческий музей. А в 1940-м картинная галерея, собрание которой тщательно формировал Федор Милехин, становится коллекцией нового Омского музея изобразительных искусств. Под него выделили второй этаж дворца, на первом располагались экспозиции Краеведческого музея. С началом Великой Отечественной войны Омск, как и другие города Сибири, принимал эвакуированные заводы, научные институты. Здание генерал-губернаторского дворца стало пристанищем для коллекции музеев из Новгорода, Воронежа. Кроме того, здесь организовали парткурсы, а также разместился военный факультет Второго Московского государственного медицинского института. Коллекции Омского музея изобразительных искусств были свернуты и перемещены в пристройки. Флигели, они, к сожалению, вообще не отапливались. То есть вы понимаете, в каком состоянии находились музейные коллекции, музеи изобразительных искусств Омского. И когда воронежцы уехали, и когда эти коллекции были опять перемещены во дворец, то, конечно, зрелище оказалось не очень приятным, потому что действительно пошло поражение произведений. Ну, такова была жизнь, такова была история, и таковы были условия, что другого выхода просто не было. Послевоенные годы вместе с ростом жилищного строительства и благоустройством города постепенно шло восстановление культурных объектов. Омский музей изобразительных искусств в 1947 году возглавил новый директор Анатолий Гальденблюм. Ему пришлось решить множество задач, связанных с возвращением амбициозного статуса сибирской сокровищницы. При его участии фонды пополнились произведениями талантливых художников не только Москвы и Ленинграда, но и омских авторов. Мне было 12 лет, сестре было еще меньше. Мы пришли в этот дворец музея. И мы были потрясены по сравнению с другими музеями, которые я видела раньше. Мы были потрясены, потому что это был художественный музей. До этого было все краеведческое, да? Там экспонаты, какие-то макеты, муляжи. А тут картины и огромное количество скульптур. Колонны ионического ордера, паркет, лепнина, люстры – это место вызывало восхищение у посетителей еще и потому, что позволяло любоваться шедеврами изобразительного искусства в изысканной обстановке. Это усиливало впечатление от выставок. В 70-е годы здесь был проведен капитальный ремонт, который требовался помещению уже много лет. Однако после переезда Омского государственного краеведческого музея в новое здание оказалось, что все декоративные элементы утрачены. О богатом убранстве дворца сегодня напоминают лишь фотографии. В 70-е годы, в начале 70-х годов, проводится такой капитальный ремонт здания, который по свидетельству директора на тот момент Герзона оказался крайне неудачным. Большая часть подвальных помещений оказалась засыпана. Соответственно, это меняет микроклимат. Это меняет микроклимат, это идет намокание стен в большей степени. И там, где сырые стены, там всегда прекрасная среда, условия для развития патогенного грибка, который разрушает строительный материал, разрушает кирпич, штукатурку и так далее. Впрочем, 70-е годы запомнились не только этим. В это время под половицами одной из построек музея обнаружили папки сибирского писателя Антона Сорокина. В них нашли живописные и графические работы художников, оказавшихся в Белой столице во время Гражданской войны. Владимир Тронов, Николай Мамонтов, Виктор Уфимцев. В 1930-е их произведения спрятали сотрудники Омского Западно-Сибирского краевого музея. Такое искусство не соответствовало советской идеологии, а значит, подлежало уничтожению. Но музейщики не хотели мириться с этим. Спустя годы оно вновь обрело своих зрителей. Работы прошли длительную реставрацию. В 1996 году музею было передано еще одно расположенное в центре Омска историческое здание, бывшего городского торгового корпуса, возведенное в 1914 году. Здесь работали многочисленные магазины, после находились социально-политические организации. А с 1930 года здесь размещался Сибирский государственный автомобильно-дорожный институт. Сегодня мы знаем это здание как Врубелевский корпус. В отличие от многих других зданий второй половины XIX века, дворец хорошо сохранился. В будущем планируется переосмыслить оформление помещений, чтобы они отвечали всем современным требованиям хранения и показа коллекции. Прекрасная площадка, с которой открывается панорама на Омск. Понимаем, что Омск изменился существенным образом, но в то же время есть фотографии, сделанные именно с этой точки. И мы хотели бы сделать там экспозицию, посвященную старому Омску. То есть это будет интерактивная экспозиция с использованием медийного современного оборудования, с разработкой там VR-контента. Но сначала зданию требуется реставрация. Из-за неудачного ремонта здесь намокают стены. Работы обойдутся в 500 миллионов рублей. Уже разработана проектно-сметная документация и ведется поиск необходимых средств. Пугаться этой цифрой не надо, потому что туда заложено все. Мы получаем под ключ. Конечно, нам хочется, чтобы во дворце появился лоск в его интерьерах. Для этого необходимо проводить историческую реконструкцию этих декоративных элементов, менять полы, настилать паркет. Дворец был и остается одним из самых красивых архитектурных памятников Омска. Вот это впечатление богатства, наполненности. Ну и то, что картины висели в перереда, это тоже производило впечатление. Они же еще висели по-старинному, верхний ряд был наклонный. Сегодня на втором этаже, рядом с выставкой, посвященной истории самого дворца, можно увидеть экспозицию «Стиль в зеркале эпохи». В четырех залах разместились жемчужины фондов – картины, мебель, зеркала, вазы, посуда, скульптура. На первом этаже – предметы древнего искусства Омского прииртышья. Хранилища, скрытые от глаз посетителей, включают коллекции керамики и стекла, предметы декоративно-прикладного искусства, живопись. За всем этим богатством трепетно следят сотрудники музея, чтобы однажды показать бесценные экспонаты посетителям. У нас предполагается на первом этаже произвести условную реконструкцию кабинета Федора Васильевича Мелехина. Безусловно, будет экспозиция, посвященная истории самого дворца и в том числе начала формирования музейного собрания. Будет у нас организовано хранение по принципу открытого показа. Речь идет о предметах декоративно-прикладного искусства – собрания мебели, бронзы, и будет открытое хранение керамики и стекла. В 2024 году музей имени Врубеля отмечает свое столетие. Сегодня это крупнейшее за Уралом художественное собрание, которое насчитывает свыше 30 тысяч единиц хранения. За последние десятилетия фонды значительно пополнились. В музее уверены, посещение бывшего дворца генерал-губернаторов – это не только культурный, но и эмоциональный опыт, открывающий возможность для развития исторической эмпатии и эстетического интеллекта. Слышала однажды смешной диалог. Я подходила к музею, впереди меня шел мужчина с дочкой. И девочка потянула его и сказала, папа, пойдем в музей. Папа ответил, зачем, мы уже тут были. То есть люди делятся на два типа. Одни говорят, мы уже тут были, мы все видели. Вот лучше съездим в Москву, в Санкт-Петербург или там в Париж. А другие, наоборот, хотят опять посмотреть. Каждый предмет здесь отсылает в красочный мир минувших дней, который мы не застали, но который магическим образом манит. Он жив на фотографиях, картинах и в документах. Он впечатляет своими драматическими поворотами, трагедиями и переменами, где старое проступает под покровом нового сложным рисунком эпохи, а частные истории жизни смешиваются с глобальными событиями в стране и мире. В эпоху цифровизации клипового мышления и атрофии памяти такие места тренируют восприятие, побуждают человека к любопытству, предлагают довольствоваться непростыми и однозначными объяснениями причин происходящего, а разворачивают нас лицом к всестороннему анализу прошлого. Для нас, для людей, которые служат в музее, и для людей, которые приходят в музей, конечно, это прежде всего наш, как мы говорим, экспонат номер один. Это самый ценный наш экспонат. Работа в музее среди произведений искусства, тем более среди классических произведений искусства, она не может не отразиться на твоей жизни. Она постепенно вытесняет вот всё постороннее, и ты сам как бы уже живёшь в какую-то другую эпоху. Для чего нужен музей? Это подлинник. Всё можно увидеть сейчас в интернете, но всегда важно знать, что есть прекрасные вещи, которые также вызовут у вас эстетическое удовольствие, наслаждение и повлияют как-то на ваше настроение, на ваши мои ощущения. Здесь, в одном из знаковых мест Сибири, можно ощутить, как в разное время люди мечтали об изменениях и воплощали их сами. Участвовали в озеленении города, заботились о его культурном развитии и о том, чтобы в период тягот и испытаний человеку было куда прийти и получить внутреннюю опору в безусловно прекрасном. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!